Добрый день, уважаемые друзья. Спасибо огромное за то, что нашли время пообщаться и послушать информацию, которая будет интересна, наверное, вам и жителям города Одессы, и не только нашей страны. Добрый день, уважаемые друзья. Спасибо, что вы получили возможность прийти и поговорить с вами. Я хочу слушать какие-то специальные информации, которые будут интересны не только для Одессы, но и только для вас и для вашей страны. Начну с того, что в Одессе ситуация на сегодняшний день спокойная, относительно спокойная. Не ведутся город и подвергался обстрелам. В этом плане она спокойная. В плане того, что все напряжены, так же она остается напряженной. С одной стороны, я хотел бы вам сказать, что происходит, но с другой стороны, мы занимаемся обычной своей работой. Необычного в нашей работе то, что мы продолжаем формировать стратегические запасы продуктов питания и медикаментов. По состоянию на 25.03 одежда всего было прибыло 25 40-футовых пух. Огромное спасибо хочу сказать нашим городам побратимым, странам Европейского Союза, всем абсолютно, кто сегодня помогает и поддерживает Украину и Одессу. Общий объем доставленного груза порядка 489 тонн. Город Марсель, это город побратим. Мы получили 5 машин скорой помощи и одну пожарную машину. Мы продолжаем совершенствовать нашу логистику достатки грузов и при содействии железной дороги получаем также грузы железной дороги. В обязанностях городской власти, муниципалитета также содействует формирование сил территориальной обороны. Практически каждый день мы в тесном взаимодействии продолжаем формирование, оказываем помощь в формировании батальонов территориальной обороны. Что касается медицины, все наши больницы работают сегодня в плановом режиме. С момента начала войны, пандемия отступила. И мы вздохнули немножко с облегчением. Это из хороших новостей. Так вот, больницы наши работают в плановом режиме. Медперсонал работает. Я благодарю медицинским работникам, которые остались в Одессе и работают. Фактически наши медицинские учреждения укомплектованы кадрами в полном объеме. У нас есть запас медикаментов. Мы нужны медицинские учреждения, которые мы нужны в следующем году. А также наша городская сеть аптек Одессфарм продолжает выдачу медпрепаратов по программе доступные лекарства и инсулиносодержащих препаратов. Мы также продолжаем совершенствовать наши объекты гражданской защиты. Совершенствуем систему воздухоснабжения, провели интернет наше бомбоубежище. Что касается коммунальной сферы. За 32 военных действий, чуть больше, наши коммунальные службы работают без боев. Мы предоставляем все коммунальные услуги водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, газообеспечения, вывоз мусора. И также производим уборку территорий и убирать наш город. Городской электротранспорт работает сегодня достаточно в том необходимом количестве машин, которые выходят на маршруты. И мы обеспечим работу его с 7 утра до 18 часов. Казалось бы, сегодня в это время все журналисты, все средства массовой информации ждут каких-то новостей, касаемых войны, которые проходят в Украине. И это, конечно, правильно. Однако мы думаем и о будущем. Потому что мы уверены в своей победе. Поэтому наше предприятие Горзелентрест приступило к высадке весенних клуб и проводит зеленые зоны города в порядок. 185 тысяч цветов на 7 тысячах квадратных метров будет высажено до 15 апреля. Так же мы проводим работу практически ежедневную. Я связываюсь с мэрами городов, в которых идут активные боевые действия. И там, где необходимо, мы готовы оказывать и оказываем помощь и поддержку. Ну, из новостей мог бы еще сказать. И также я бы хотел сказать что-то о новостях. В одной из одесских песен есть замечательные слова. Я всегда их помню и повторяю. Ведь одессит на бой идет без драмы. Если это корректно переведено, конечно, было. Я думаю, смысл вы поняли. Я это говорю в плане того, что мы приближаемся к 1 апреля. 1 апреля Одесса – это столица юмора. И, конечно, нам сейчас в Украине и в Одессе не до смеха. Но у одесситов есть отличительная черта. Вот то чувство иронии, самой иронии, которое присутствует в одесситах, оно не исчезает даже из самых сложных обстоятельств. А в этом случае, в случае, когда идет, в этой обстановке, когда идет война в нашей стране, Я думаю, что юмор – это одно из видов оружия, которое мы и будем использовать. И я думаю, что юмор – это также одно из оружия, которое мы можем использовать. Поэтому одесскими юмористами, которые сегодня готовы защищать и защищают наш город, мы подготовим некоторую программу, думаю. Если, конечно, ситуация нам позволит. Текрое, плюс – отлично! Украина, украина, в 一г. Продолжение следует...